Ненавижу официоз вот этот, но когда подобного рода видео снимаешь, потому что это были на 100% рабочие моменты, официоз приходится говорить, а если сказать неофициально, то, конечно, да. То, что мы видели здесь, то, что я видел здесь, должно быть реально, кроме шуток, без всяких вот этих официальных моментов, масштабировано на каждый регион. На каждый регион России. Прикол, смысл, суть, фишка того, что вы здесь видели, не в том, что за, как сказать, то есть прикол и суть, и фишка в том, что за государственные деньги, государевые люди получают то, что им надо, блядь. Представляете, блядь? А что, так можно было? Блядь, так должно быть, короче. Ну, то есть в этом смысл, собственно. Губернатор же не свои деньги платит. Кто-то из вас скажет, коня, а он не должен свои деньги, блядь, платить за бронежилеты, блядь, для добровольческого батальона. Для добровольческого батальона, который защищает интересы государства, который защищает интересы Родины на войне, должна платить Родина, блядь. И Родина платит, блядь. Ну, Родина покупает не в Китае хуйню, блядь, непонятно какую, блядь. А Родина, блядь, скажем так, в корневом, в базовом регионе развернула производство, на котором делаются бронежилеты для людей, которые защищают Родину. То есть, рабочие места, которые это делают, люди, которые, разработка, воплощение, идея, реализация, это все в рамках вот здесь вот одного региона воплощено. То есть, еще раз говорю, не просто губернатор взял и закупил хорошие, качественные, отечественные образцы экипировки для снабжения, для того, чтобы выдать это людям, а развернул на территории региона производство, которого здесь изначально, если я правильно понимаю, не было в принципе. Блядь, о чем еще, короче, о каких еще плюсах, минусах, хорошо, плохо и так далее, и так далее, и так далее говорить. Я реально полагаю, что все прозрачно. То есть, так должно быть везде. Да, и у нас есть компании, которые делают, ну, по меркам России топовейшие вещи, а может быть и по меркам мира уже. И я верю, что данный бронежилет, который мы вам показывали, бронежилет Тигр, он рано или поздно выйдет с ними, встанет с ними на одну ступень и вместе с ними будет конкурировать с ними. Потому что, внимание, как произошло его, ну, то есть, немного, да, то есть, вы видели видео, конструкция, то есть, что лежало в основе его производства. Человек, внимание, который понимает, знает, умеет, блядь, и хочет, реализовал свои знания, умения, хотелки и возможности в данном изделии. И получилось хорошо. Вот так должно быть везде. С одной стороны, изделия и так подобного рода изделия не должны делать гражданские, потому что они в нем не понимают нихуя. То есть, в лучшем случае, они взяли, купили, пускай даже, пускай даже супер бронежилет от крайней престижности, разобрали его и собрали, но, блядь, специфику, они не понимают специфики. С другой стороны, военные, да, возьми три пулеметчика, блядь, положи им три, положи перед ними пулеметную разгрузку, и у вас примерно через час будет 10, 10 разных мнений о трех человеках, какой оно должно быть. Здесь нашелся человек, который понимает, знает, хочет, может, и в этот, понимает, знает, хочет, может, с одной стороны. Человек, который может помочь реализовать это с другой стороны, и итог мы с вами все наблюдали. И итог хорош, как минимум хорош. А как максимум охуенен, блядь. И, короче, ну, вот сейчас максимально искренне и максимально как-то непредвзято сказал то, что думаю. Ну, и в целом здесь хорошо, конечно. Во Владивостоке хорошо. Есть здесь свои нюансы, нюансы, да, касаемо архитектуры города. Я про них не буду говорить, я про них уже все сказал. Но в целом, в целом, Приморье, конечно, если есть возможность, приезжайте. Это, ну, приезжайте в сезон, конечно. Вот я так, если правильно понимаю, сезон начался где-то в середине июля и продлится где-то до середины октября, если я правильно понимаю, да. Это прям как в Таиланде, как в Таиланде, ребят, только лучше. Я в Таиланде был неоднократно, и я вот приехал сюда, и вышел из самолета, и попал в Таиланд. Так, кто-то в этом найдет минусы, но я в этом вижу одни плюсы. До встречи, до новых встреч, да пребудет сами сила. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok